Друзья мои, будем сейчас разбирать шаблон «слышать-не слышать». Я не буду через образы, это ваша прерогатива, прерогатива. В общем, делаем так. Почему? Я уже сразу перехожу в третий пункт. Почему слышать – это не слышать, и слышать – это не слышать, и не слышать – это как раз-таки слышать? Почему? Смотрите, ребят, мы можем воспринимать информацию только тогда, когда у нас в голове есть об этом какое-то знание. Если мы слышим человека и говорим «я всё понял», «я тебя услышал», то есть вам его информация легла, и у вас эти знания, формочки сознания, эти понятия о том, что он говорит, уже в вас есть. А всё, что он сказал сверху тех понятий, которых у вас в голове не существует, тех формочек понимания, сознания, шаблонов, то вы это не услышите. Когда мы слышим от кого-то информацию, любую читаем, слушаем, даже видим, воспринимаем, мы можем увидеть только то, что есть в нас, те знания, которые мы имеем. Ничего нового мы услышать не можем, потому что мы их просто не воспринимаем, эту информацию, мы просто её не увидим. Это как эксперимент с островом, когда индейцы не видели Колумба с кораблями, вот прямо перед глазами корабли, уже подошли к берегу. Не было в понятии вот этих вот индейцев о том, что существуют такие корабли, они их в упор не видели. И когда уже высадились люди на остров, индейцы увидели этих людей, увидели за ними эти корабли. Но в их формочках сознания просто не было знаний об этом, и они не могли их увидеть, соответственно, не могли и услышать там шум, который издаёт этот корабль, которого там первый подошёл, второй, не знаю. Смысл такой, что мы с вами слышим ровно то, что готовы услышать, то, что мы воспринимаем, то, что для нас понятно, то, что мы имеем понимание об этом, знания, шаблоны. У нас это где-то есть в мозгах, эта информация. Такие нейронные связи созданы, которые могут воспринять эту информацию, перевести её на себя, то есть она ему понятна. Если нам дадут, можно сказать, какую-то ещё сверху информацию, которая нет в нашей голове, мы её не услышим. Это будет белый шум, так же мы не увидим и не услышим то, что у нас нет в голове. И поэтому очень часто мы ещё говорим, расширить нужно видение, расширить нужно наше мышление для того, чтобы видеть больше, так как мы имеем очень узкое сознание, очень сильно ограниченное шаблонами мышления, и не видим шире, и не видим кучу там возможностей, не воспринимаем информацию. Дальше. Мы с вами, когда говорим «я тебя услышал», это значит, мы не услышали человека, мы услышали ровно только то, что можем воспринять, и не услышали новую информацию, которую он нам передаёт. Но если мы услышали всё, что он нам передал, и нам это всё понятно, нафига нам это нужно, если мы это так знаем? Коммуникацию с другим человеком, с этим миром, с этой информацией вокруг нас, мы делаем для того, чтобы её внутри внедрить в себя. А зачем нам обвиниваться информацией, которая уже в нас есть? Но это как бы просто время терять, правильно? Поэтому, когда мы говорим «ой, это всё понятно, я тебя понял, здесь всё ясно, здесь угу, хорошо, ясно, понятно», то мы не услышали ничего нового, то, что нам пытались сказать. Но когда мы говорим «мне непонятно», вот здесь как раз-таки мы услышали. То есть, когда вы не понимаете, что вы услышали, вы понимаете, что вы что-то услышали, и для вас это непонятно, блин, херня какая-то. Вот, это вообще не лезет в рамки вашего мышления. То есть, не услышали то, что не увидели, не услышали, не восприняли, непонятно вам. То это как раз-таки вы услышали, вы обратили внимание, фокусом своего внимания именно на то, что вы услышали. Этого нет в вашей голове, но вы это услышали и обратили на это внимание, и сможете дальше с этой информацией как-то поработать. Она уже услышана вами, и дальше будет там мозгом анализироваться. Когда вы что-то читаете и говорите «блин, мне непонятно», это круто, вы услышали, вы прочитали, вы поняли, вы осознали то, что в вашей голове не было. И мозг не согласен, потому что этого не было. У вас совершенно другие знания, которые противоречат, естественно, которые никак не вкладываются в рамки вашего мышления. И здесь как раз-таки вы услышали, вы поняли, вы осознали. Вот многие, кто говорит, видя мои эфиры, говорит «блин, всё ясно, всё понятно», человек меня не услышал. Потому что то, что я ему хотела сказать на 90%, он не понял. Он понял только 10%, и для него эти 10%, что он как будто всё понял. Но на самом деле все остальные 90% для него были белым шумом. Те люди, которые говорят «я ни хрена не понимаю, но мне интересно, да, я ни фига не понимаю, я вообще не понимаю, что она говорит». Он говорит, этот человек понял как раз-таки, что я что-то говорю. Конкретно он ещё не проанализировал, как там эту инфу использовать, что с ней делать, но он понял. Когда человек говорит «я не понял», он как раз-таки и понял. Понимаете, он обратил внимание на какую-то информацию, которая отличается от его мышления. И поэтому он ни фига не понял, поэтому он не согласен, и он как раз-таки меня услышал. Услышал то, что я хотела донести, новую информацию, которая не вкладывается в его вообще, в рамки его мышления. Поэтому он услышал, а говорит, что «я не слышу, не понимаю, не осознаю, не вижу». Но если вы, блин, говорите, что ни хрена не понимаю, не слышу, то значит, не слышу, что она говорит вообще. Ну, не вижу, не слышу, не понимаю, что, что это. То это как раз-таки слышу, потому что вы обратили внимание, вы как раз и увидели, и услышали, и поняли, что что-то здесь есть. Какая-то информация, да, она вызывает сопротивление в моем мозгу, потому что ни хрена не понятно, но я-то ее увидел, я-то ее заметил, этот кусок информации. Поэтому слышать – это не слышать. Если я все слышу, то на самом деле я не до конца слышу. Если я не слышу и вижу, что я не слышу, вижу, да, что я не слышу, то я как раз-таки услышал. И вот теперь, там дальше, что делать с этой информацией, это уже, ну, другой вопрос, и вообще не в рамках нашего урока. Но вы должны понять, что слышать – это не всегда слышать. Понимать – это не всегда понимать. Знать – не всегда знать. Видеть – это тоже вообще никак, с видением, нифига. Я вот вижу, на самом деле я вижу 5% вокруг себя. Я дофига, согласно своим мышлением, шаблоном, не вижу. Не вижу возможностей, не вижу удачи, не вижу, что, блин, вот это разрушение, которое сейчас творю, оно на самом деле только ступенька к моему желанию, которое я хочу. Но я же не вижу, я корю себя и виню, нафига я это разрушил. Да и без вот этого никак. Вообще разрушение – это стройка. Сейчас как раз еще шаблон разрушения в аудио объясняла девочки. Все обязательно прослушивайте в комментариях, потому что я отдаю развернутые ответы в аудио. Либо пишу, либо в аудио. Я сейчас попыталась после аудио повторить видео, и ни хрена у меня видео не получилось нормально, блин, объяснить. Вот этот шаблон 204 я записала в аудио. Кому-то там сейчас объясняла. И там круто вышло. Вот, а сейчас здесь я, может быть, вас еще больше запутала. Не знаю, попробуйте еще посмотреть. Опять для тех, кто дошел до 204-го шаблона. Если вы еще не дошли, не смотрите это видео. Все целую, пока.